Все созвездия Зодиака являются вашими проводниками на пути воскрешения себя. Например, 6-9 – знак двоичного кода созвездия Близнецов. Во вращении этот знак образует динамическую окружность. И эта окружность – часть пространственного цилиндрического портала перемещения. Быстро вращающийся большой цегментер работает как машина времени. У каждого знака Зодиака свои программы безнедействия, которые последовательно проходят народы Земли. Египет, например, проходил развитие по матрицам Дома Тельца, а Греция – по матрицам Дома Рыб. Каждая астрологическая эпоха развития длится более двух тысяч лет. Столько же времени Земля проходит каждый дом Зодиака. А весь Зодиак – за 26 тысяч лет. Каждая Зодиакальная программа реализуется в организме человека через три классических неизвестных. Х, Y, Z. В организме есть специальные светопроводящие белки, которые отзываются на эти влияния. Трассы, векторы движения световых импульсов, как скоростные маячки целеустремления. По ним и определяется клеточный континуум в плане реагентности на внешнее зодиакальное управление. Главное здесь не фактор влияния, а фактор отсутствия влияния. Цвет души имеет голубое свече. Это цвет тепла и любви. Почему? Потому что основа души – Бог, а душа – основа человека. Головь – вестник души. Основание его имени – голубое небо, то есть небо души. Головь – это голубое небо. Вы берете название болезни и переставляете эти же буквы в слова, которые уже не являются болезнью, а, в общем-то, выражают состояние здоровья. И если вы их произносите, то все. Буквы те же, а как бы смысл уже совсем другой. Ясновидение – это процесс, как бы связанный с нашим сознанием, но в тех областях, которые обычно, традиционно нам не совсем доступны. Весь космос – это вибрации. Они от нуля до бесконечности. А то, что мы воспринимаем как видимый мир, как наш физический мир, – это определенный диапазон волн, в масштабе которого мы, собственно, все и воспринимаем. Если мы уходим ниже, в область ультрафиолета, это тоже может быть видение, но подсознательное видение. Оно обычно черно-белое. Не обычно, а всегда черно-белое. Если мы собираемся или как бы готовы к тому, чтобы видеть в области сверхсознания, то есть в области ультрафиолета, то тогда мы видим цветное изображение. Обычное наше сознание альфа-ритм сейчас очень активно меняется. Это, собственно, уже фиксируют и те научные лаборатории, и у нас, и в Европе, которые мониторят постоянную частоту кшума, альфа-ритма, 7,8 Гц, в котором мы живем. Это практически спящее сознание. Когда мы начинаем просыпаться, мы уходим или в бета-ритм, это область уже приближающаяся к ультрафиолетовому спектру, и там у нас просыпается сфера сознания, или мы опускаемся ниже на уровне инфракрасного излучения, где у нас открывается, по сути дела, видение через подсознание. Вот в этом промежутке между подсознанием, то есть рентгеновским видением и сверхсознанием, то есть полноценным видением мира, находится наше сознание. И оно преобразуется в зависимости от того, как бы, ну, доминирования в нашей жизни каких-то процессов, на которые мы даем свои отклики и согласования, то есть сливбрируем. В зависимости от этого мы уходим или в подсознание, в чёрно-белое видение или в сверхсознание – цветное видение. Любое желание или помысел человека – это уже начало процесса. Начало процесса древние обозначали звуком «Омм», как вибрации изначального сознания. Это звучание идёт из сознания человека и накладывается на матричные структуры подсознания. Если они совпадают, подсознание даёт реакцию. То есть автоматическую, причём реакцию, которая на сверхсветовых скоростях, потому что и сверхсознание, и подсознание – это области, по сути дела, сверхсветовые, оно мгновенно даёт реакцию на организм и на реализацию того, собственно, импульса, который был получен и совибрировал с теми матричными уже процессами подсознания. Подсознание – это жёсткий диск головного мозга. На нём запечатлён личный опыт развития человека, который был принят и утверждён его сознанием, как наиболее рациональный. Подсознание есть механизм автоматической реализации тех импульсов сознания, которые не противоречат предыдущему опыту. Подсознание проникается вибрациями сознания, и если они достигают соответствия прежнему опыту, то даёт импульс исполнения клеточному континууму организма отчасти или по большей части, или абсолютно. И здесь надо учитывать, что позитивные либо негативные помыслы являются процессом колебательным. А отношения человека и Бога – это процессы волновые. Одно дело – иметь результат, и совсем другое – достичь подобия с Богом. Волновой процесс относится к процессам сверхсознания. Он более специфичен, тонок и целенаправлен. Кто ищет результат, тот не найдёт Бога в себе, не достигнет внутреннего пробуждения. В таком человеке идея Бога закончится и как идея, и как территория, и её обозначение. Ну, то есть организм того человека, который, собственно, всё это и принимает. Бог всегда больше того, что мы о нём знаем и думаем. Хотя мы всегда думаем о Боге больше, чем знаем о нём. Из этого следует. Мы всегда думаем о нём больше, чем знаем, что порождает тёмную материю восприятия космоса как потенциал нашего развития. Хочу уточнить, при работе со зрением будет ли мешать процессу восстановления отношения очков и линз? Или нужно максимально отказаться от них? Ну, очки и линзы – это костыли для мозга. Раз уж вы их носите, они уже укоренились и уже, в общем-то, изменили фокус вашего, как бы, видения. Лучше было бы их не надевать. Ну, в то время, наверное, у вас ещё не было такой возможности. Вы не знали о этих технологиях, о том, что есть такие лучи специализированные, такие, как луч Астек, ну и другие. Поэтому, конечно, на момент занятия их лучше снимать, ориентироваться на голос. Но это не означает, что после занятий вам не надо их надевать. Это теперь уже, как бы, исходная ситуация совсем другая. Придётся исходить из того, что есть. Я просто рассказываю о том, что лучше было бы быть, что их бы не было. Вот так. Там же работают две клетки – сток и сток. Клетка-сток дематериализует, клетка-исток материализует. Любую материю можно преобразовать в другую, например, в костную. В пломбу или что-то ещё, или мостик, или что-то. Всё можно превратить. Атомы-то все одни и те же. Можно преобразовать в биологическую ткань. То есть, если вы понимаете, опять же, вот это слово «понимание», то вы всё правильно и делаете. «Полёт».